Девчонки, всем привет! С вами Леся и сегодня я хочу вам рассказать, что у меня закончилось на этой неделе. Да, немножко рановато, но уже почти пятница и я так прикинула, что навряд ли у меня еще что-то закончится. При этом у меня, наверное, не будет времени на то, чтобы снимать в субботу-воскресенье. Будет немножечко не до того, не до пустых банок, смысл их хранить. Но при этом я хочу также вам показать сначала небольшие покупки. Их так мало, но они мне очень срочно нужны, что я их не могу и хранить до того периода, когда можно будет с чем-нибудь соединить. Но показать вам тоже хочется. Такие покупки, как бальзамчики для волос. Это у меня Гарния Фруктис, Сос Восстановление, укрепляющий бальзамополаскиватель. Вот такой вот. Он очень большой, 400 мл. Девчонки, это я попросила мужа, сказала, что мне срочно нужен какой-то бальзамчик, кондиционерчик, масочка, что угодно. Потому что мне не с чем... Ну вот шампунь у меня остался, а маска закончилась. Срочно надо. И при этом я сделала заказ хороший такой для волос. Поэтому я как-то попросила особо не заморачиваться, чтобы просто вот как-то перебиться, ну, что-то недорогое. Поэтому он мне сказал одну какую-то банку купить. Он мне купил Корния и купил три баночки чистой линии. Сказал, я тебе чистой линии куплю. Я говорю, ну давай, пофиг, пойдет перебиться. Поэтому он взял мне бальзам молочковый укрепляющий, крапива для всех типов волос. Такой вот. Потом для тонких и ослабленных волос. Такой вот. И фитобаня для всех типов волос. Девчонки, кто пробовал что-то из этого, расскажите, как вам. Я, конечно же, и фрукти спробовала, и когда-то чистую линию. Но я абсолютно ничего не помню. У меня эти как-то баночки быстро забываются. Поэтому вот как-то так. Хотелось вам показать эти небольшие покупки. Потому что я вас спрашивала, вы рассказывали, что вам интересно, в принципе, все. Не только заказы, но, возможно, какие-то и мелкие какие-то покупочки. Ну, а теперь приступим, наверное, к пустым банкам. Первое, что показать продукцию для волос, наверное, у меня закончилась маска. От Горния Фрукти с ягодой Коджи. Суперфуд. Возрождение блеска для окрашенных волос. Вот такая вот масочка. Это по поводу того, что у меня маска закончилась. Шампунь у меня еще больше половины. И мне надо что-то. И вот мне вот этот вот соус в помощь. Что могу сказать? Кстати, у этого соус очень приятный и фруктовый аромат. Мне безумно нравится аромат. У папайи и у Коджи они имеют какую-то общую кремово-экзотическую нотку. Очень вкусную, которая остается на волосах. Аромат потрясающий. Аромат очень вкусный. Обалденный. Просто кайф какой-то. И это масочка средняя. Действительно, с ней полегче волосы расчесываются. Она обалденно пахнет. Остается аромат на волосах. То есть я полностью довольна. И с удовольствием ее повторю. Как и папайю. Далее у дочки закончилась от BabyLine. Детское средство для купания и шампунь. Я уже говорила, что мы постоянно приобретаем косметику BabyLine. Как-то так получилось с рождения. И нам подходит. Поэтому я не вижу смысла экспериментировать. Что-то менять. Вот подрастет тогда. Тогда пусть все, что хочет, пробует. А сейчас зачем? Над ребенком проводить опыты. Далее у меня закончился лактоцит. Это содержащая средство для интимной гигиены. Обожаю лактоцит. Это идеальное средство для интимной гигиены. Классно. Это вот с метолом. Отсвежает здорово. Но при этом такая свежесть очень приятная. С удовольствием повторяю. Уже много раз именно этот беру. И вообще всегда только лактоцит. Далее. От Косми я закончился гея для душа. Маной. Есть схожесть этого аромата. Немного на маноиды Таитио Тиферше. Потому что здесь тоже и ланг-ланг и тиаре. Но это более такой сладкий. Более упрощенный вариант. Более дешевый, я бы сказала. Но все равно он приятный. Действительно сладкий. Такой даже, я бы сказала, не просто теплый. А горячий. Запах каких-то экзотических песков. Вот эти вот цветы, солнце. Классный запах, как гель для душа. Мне тоже понравился. Замечательные претензий. Нет. Кожа не сушит. Отлично очищает. Ни скользкий, ничего. Просто супер. Претензий никаких не имеем. Так, что еще показать, девчонки? Давайте. То я хвалю, хвалю. Надо же поругать. Что-то я же люблю ругать. И что я буду ругать сейчас. Это у меня от Лапситан. Молочко для тела Херве. Вот такое вот. Девочки, я больше гадости, наверное, не встречала давно. Мне кажется, что я не встречала вообще такой ерунды. При том, что у меня было молочко с миндалем, с вишней. Еще какие-то миниатюрки. И я всегда оставалась в Лапситану, вообще в дружеских отношениях. По качеству у меня никогда не было претензий. Тут, девчонки, что я могу вам сказать? Эта фигня липкая, как клей. И она вообще не впитывается. То есть вообще. И ощущение получается непромытого тела. Как будто бы утром встали, приняли душ. И побежали в 40-градусную жару. Где-то на юге носиться по делам. Как бешено, угорелая. Потом еще на вас дождик пошел. Потом еще жара. Потом еще бегали. То есть такое ощущение непромытого. Какого-то неухоженного тела. Понимаете? Липкое такое. Как будто бы грязь на вас. Не знаю, слоями. Ужас. Просто ужас. Запах какой-то кислятины. Просто отвратительный продукт. Кстати, я его по назначению не использовала. Я, чтобы не выбрасывать, использовала как смываемый кондиционер. Просто, чтобы не выбрасывать. Не знаю. Полная какашка. Хуже? Нет. Ничего нет. Тем более, за такие деньги. Это вообще сумасшествие. Далее от ЖА я выбрасываю антиперспирант сенситив, девочки. Уже это я окончательно убедилась, что мне не стоит играться со своим здоровьем и пробовать бюджетные антиперспиранты. У меня сначала было все хорошо. А потом у меня резко случилась аллергия. И просто воспалились лимфоузлы в нескольких местах. Это очень плохо. Вы понимаете, что я аллергик, да, и я это больше чувствую, чем другие, допустим, люди. Вы представляете, какая гадость находится в таких дешевых антиперспирантах. Так что больше всего я буду покупать только какие-нибудь лакшери, аптечные, потому что от них аллергии нет. Этот, он быстро сохнет, он защищает, но в конце концов все равно он вызвал аллергии. Вот так. Далее для лица. У меня от Clorans закончилась вот такая вот умывалка. Мой Clorans отлично. Просто отлично. Очищает. Лицо чистое, приятный аромат. Претензий нет. Все супер. Может быть бы и повторила, если была бы какая-то акция с подарками. Вот что-то такое. Хорошая, хорошая умывалка, все отлично. Далее. У меня маски от Skin Tune. Я использовала 4 штучки. Это первое свидание с экстрактом граната овса, алоэ вера и пантенола. У меня их 4 использованные девочки и 2 новые. Я их использую, но я вам уже показывать не буду. Просто вы понимаете, да, что у них было много. У них было 7 штук. Не вижу смысла просто еще эти хранить. Потому что вот эти вот тканевые маски потом все марают. И другие банки. Тем более я их уже столько напробовала. С не думая, что у меня изменится мнение. Значит, маска дает легкую свежесть после применения. Я повторюсь, после любых масок я умываюсь. Далее. Неудобная лекала. Огромные, огромные дырки для глаз, для рта. Огромная просто эта маска, которой можно завернуть всю голову из тылок. То есть, надо как-то просто брать и на лицо, знаете, шмякать эту простыню. Не обращая внимания на разрезы. В общем, просто какая-то огромная простыня с дырками. Так можно сказать. Что еще могу сказать? Она очень пропитана. С нее все течет. Просто течет. Понимаете? Если чуть-чуть поджать, как я делаю, не будет течь. Но при этом она не держится на лице. Потому что она огромная. Ее надо как-то комковать. Короче, игра не стоит свеч. Даже тех маленьких, которые за нее просят. 219 рублей за упаковку 7 штук. Поэтому я, конечно же, остатки использую. Уже вам показывать не буду. Но вы имейте в виду, что это полная ерунда. Далее покажу вам крема для тела. 2 крема от Clinique. Это у меня был наборчик такой. Clinique Happy. Здесь еще был оранжевый кремик. Он самый обладенный аромат. Имеет просто сумасшедший, потрясающий. Его я уже использовала намного раньше. Показывала вам. Использовала также эти 2. Ну, почти. Один я не добила. Один я не добила. Вот так вот здесь немножко. Ну, я тоже доиспользую буквально на этой неделе. И все. Уже показывать не буду. Что по сути? Очень плотный, очень жирненький крем. Но при этом он отлично впитывается. Не оставляет ни пленки, ни жирности. То есть просто очень холеная, очень мягкая, гладкая, нежная, приятная кожа. Все супер, надолго хватает. Один я использовала по назначению. Вот этот вот Sugar Petal. Он пахнет цветами. Мне даже показалось, что пахнет сиреном. Приятный аромат. Это же просто отвратительный запах. Какой-то сладкой сгущенки, карамели. У меня такие запахи вызывают ротный рефлекс. Поэтому я по-быстрому как-то на ноги, под носочки намазывала, лишь бы не выбрасывать. Потому что крем достаточно дорогой. Так мне не понравилось. Пахнет отвратительно. На тело это мазать невозможно. Но крем сам по себе хорошего качества. Поэтому как-то так в наборе я, девочки, уже не стала покупать. Я лучше бы купила бы полноразмер вот именно оранжевого крема. Так. Этот, сказала, как называется. Этот у нас Berry Blush. Berry это же ягоды. Но он ягодами не пахнет. Он пахнет какой-то сгущенкой, сливками, сахаром. Чем-то таким. Фу. И еще у меня два мыла. Закончилось. Закончилось мыло от Aroma Garden. Вот такое вот мыло. Как я и говорю, оно такое маленькое, но неудобное. Вот знаете, кто на поездах? Я раньше часто на поездах ездила. Там вот как заходишь в санузел, там вот такое маленькое стрёмное мыло лежит, которое ничем не пахнет. Какое-то такое странное, дешевое. Ну, руки мыть можно, но ерунда полнейшая. Неприятная какая-то такая ассоциация с каким-то туалетом, знаете, таким бюджетным. Так. И мыло Индия производства. Вот такой вот. Кодри. Центол. Лайм фреш. В общем, это с ароматом лайма. Такой, знаете, запах 90-х. Такой вот резковато, порошковый. Я бы сказала, ну, мне такие ароматы прикалывают. Мне тебе ностальгия. Ну, обычное мыло, чтобы мыть руки, действительно пахнет лимоном. Ну, оно не противное. И не сказать, что вау, оно нормальное. Нормальное для мытья рук, в принципе, положительные даже эмоции вызывает. Вот, девчонки, это все, что у меня закончилось. И вообще, в общем, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся уже в покупках каких-нибудь. С вами была Леся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok